Теперь про вакцину. Первой дозы спутника ВИНа сегодня в Казахстане привито более 107 тысяч человек, а двумя компонентами антиковидной вакцины 20,5 тысяч соотечественников, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению вируса. Но заветный укол не гарантия стопроцентной защиты от COVID-19. История алматинского врача Ивана Мельникова напоминает казахстанцам о тех 8% исключения, которые и после спутника ВИН подвержены заболеванию. Гинеколог-эндокринолог первую дозу вакцины получил 2 марта, а недели позже у него проявили симптомы коронавируса. Больше подробностей у Мирвер Джакьяновой. Мирвер, приветствую. Как чувствует себя сейчас медик? Расскажи, пожалуйста. Мирвер. Желхаз, привет. Минувшую пятницу Ивана уже выписали из больницы. В госпитале медик провел неделю. Сейчас же он на домашнем карантине. Говорит, что заболевание протекало без осложнений, хотя начиналось все довольно традиционно. Высокая температура, сухой кашель, ломота, слабость. Легкое течение заболевания он объясняет влиянием вакцины, а потому советует всем казахстанцам прививаться. Если даст заболеть после прививки, заболевание проходит гораздо проще и легче, нежели без нее. И в мой случае он не единичный, даже казуистический. Чаще всего такого не происходит. Заболеться после прививки очень сложно. У меня просто возможно, либо я заболел до прививки, либо сразу после. То есть антитела еще не успели выработать. Перед заражением Иван Мельников успел получить только одну дозу спутника ВИ. На вторую готовится только через полгода. Он считает, что в его организме уже успели выработаться антитела как после самой вакцины, так и после перенесенного заболевания. Эту логику подтверждают разработчики самой вакцины. Ранее они заявляли, что после перенесенного заболевания вакцинироваться не нужно. В целом, Иван советует соотечественникам ограничить ненужные контакты сразу после получения вакцины, так как в процессе искусственной иммунизации человек может на время стать более уязвимым к инфекциям. Медик напоминает, что ни один препарат не может защитить организм человека от инфекции на все 100%. Напомню, сейчас в Казахстане проходит второй этап вакцинации. Прививаются учителя и военные. Всего по стране одной дозой спутника Ави привиты уже 107 тысяч человек, а двумя – 20,5 тысяч казахстанцев. К концу апреля планируется начать вакцинацию казахстанским препаратом Касковидин. Недавно стало известно, что Россия и Казахстан договорились о дополнительной партии в 4 миллиона доз спутника Ави. Жалхаз, тебе слово. Меред, спасибо за интересные подробности, но мы продолжим. Между тем, карагандинцы.